Нажидалась тяжелая игра против мафии. Какие были ожидания и не удивило ли результат? Ну, что касается результата, скорее всего, в принципе, как и для нейтральных, как и рядового зрителя, вряд ли он кого-то может удивить. Удивила, скорее всего, игра, потому что сразу могу сказать по игре, что понятное дело, что там гораздо футбольнее ребята, гораздо они знакомы и в принципе и с пляжным футболом, и вообще, как я повторюсь, с футболом, с круглым, короче, с мячом называется, да, мяч вспомнил название. Понятное дело, там и люди с Суперлиги России, ну, Али Харфуштравм, да, получил сегодня, не играл. Но я думаю, в принципе, Вите бы дали время в любом случае, потому что с нами. Возможно, кстати, нет, тяжело сказать, что парни недооценили там нас, допустим, потому что, что, они вышли там, три, по-моему, забили быстро. Может, потом как-то расслабились, но хочу похвалить свою команду, что играли сегодня, у всех не было какого-то безразличия, то есть всем важен был результат, и пытались сцепляться и с такими мастерами играть, и пропустили достаточно обидный гол, вот. Там, как всегда, подкараулили, так забили, и потом вот эта вот крестовина еще в последней минуте, ну, блин, ну, в общем, сегодня не повезло, я скажу, хочу сказать, потому что по дисциплине и по желанию, мне кажется, мы больше хотели победить, а ребята, конечно, на мастерстве вывезли, как это обычно и случается. Вот, что-то еще будет? Что скажешь по игре голкипера сегодня у вас? Как будто бы было очень много работы, и практически вся была выполнена успешно. Да, ну, на самом деле, я, в принципе, в самом начале это говорил и знал, что Ваня это, как бы, очень приличный вратарь, хороший уровень, он и в городе, в принципе, играет, и во все форматы, то есть, в принципе, ему в пляжки добавить только вот чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, нет, игру ногами добавить ему, и он прям будет шикарный пляжный вратарь, потому что ловит и понимает все здорово. Ну, теперь он понимает еще лучше, когда человек завел мяч в зону, и мы пропустили, по-моему, второй мяч, ну, это опыт, что получил, в принципе, а в другом, ну, естественно, он, как бы, грубо говоря, да, один он привез нам, но спас, наверное, от пяти точно хороших, поэтому, ну, Ваня красавчик, и особенно его любим за шикарный ввод мяча, то есть, да, сразу хочу сказать, завтра его не будет, и нам, конечно, будет его очень не хватать. Ну, нет, я ему, конечно, желаю хороший, просто там, дороги, он вроде домой едет, он не умер, ничего такого, просто, я так говорю, здоровья. Да, его, к сожалению, Ваня не будет завтра, и поэтому, ну, будем решать с вратарской позиции. В принципе, в заявке у меня всегда много вратарей, что на первой лиге, там их, по-моему, штук восемь, а и в SFL Team 4, 4 есть, да, тоже вратаря, поэтому, ну, посмотрим, что завтра будет, завтра с ЛДПРом играем. Да, 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 как раз следующий вопрос, ну, вот, можно, да, задать. Какие ожидания от матча за третье место? Сегодня увидели ЛДПР, наверное, во всей их красе, чего ждете? Да, понятное дело, что также мастера и ребята будут там, собранные все, но, я смотрю, они очень расстроились, они рассчитывали прямо на финал, но часто, видимо, у Егора Абрамова так случается, что собирает он команды, какие-то супер, там, чемпионы, супер, ну, в общем, такой сквад, как Реал Мадрид в нулевых, вот эти вот просто звездные, галактикос, но выиграть они почему-то ничего не могут. Вот, будут за бронзу бороться. Посмотрим, ну, нам будет очень тяжело, естественно, как и сегодня, но, опять же, жду от своих парней самоотдача, дисциплина, и, опять же, хочется сказать, что побеждает не тот, кто мастеровит и кто лучше играет в футбол, мне кажется, а тот, кто больше этого хочет, и, причем, ну, это везде, не только в футболе, кстати. Главное желание, желание, а там уже и, ну, в общем, будем пробовать. Опять же, ну, понятное дело, а фаворит ЛДПР.